Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня мы будем тестировать с вами маску Вандаш Фаберлик линейка One Week Miracle. Итак, поехали! Немножко ознакомилась с вопросом на просторах интернета и поняла, что, как правило, у производителя она бывает разных размеров, девчонки. Фаберлик размер 1 и сразу хочу сказать, что у меня череп большой. Он реально большой и лицо не маленькое, и череп большой. Сам по себе, мне даже шапку порой трудно подобрать. Вот так она выглядит в обзоре распаковки заказа. Мы с вами ее уже распаковали, подробно вам все показала. Здесь липучки, здесь липучки, прорезь для ушек, нет швов, но тем не менее, есть вот такой в маске подворот. Будут оставаться следы от него, не будут, он приклеен. То есть шва нет, но ткань подвернутая, она приклеена по всему периметру. Важно, на самом деле, чтобы не было швов, потому что мы носим это на лице, чтобы не было заломов кожи и так далее. Она была упакована в пакетик, еще внутри вот так лежала там. То есть довольно презентабельно, на подарок очень красиво, интересно. Артикул ее 0656. Как она себя при стирке поведет, интересно. Состав у нас с вами 75 нейлон, 25 спандок. Срой годности не ограничен. А что мы должны с вами сначала сделать, прежде чем ее надеть? И везде, кстати, везде я посмотрела, производители рекомендуют, в том числе и фаберли, носить ее в день не более 40 минут. Я просто видела отзывы девчонок, которые и спят, и на ночь одевают. И некоторые пишут, что чтобы был эффект, нужно не менее часа ходить. Посмотрим. Посмотрим. Обязательно по прошествии времени вам буду оставлять отзыв. Изменилось что-то, не изменилось. Для поддержания, возможно, такой возраст, когда вы видите уже, что начинается, может быть, провисание или еще что-то. Для поддержания, мне кажется, эффект точно будет. Но опять же, системность, ежедневность. Нам с вами нужно очистить лицо, умыть его, нанести уходовые средства, крем и так далее. Можно на маску наносить. Тогда нам, наверное, скорее всего, придется ее, маску, каждый день стирать. Если мы на маску будем наносить, ну и на уходовые средства, в принципе, тоже маска должна быть гигиенична. Нам ее с вами простирывать придется после практически каждого применения, по идее, чтобы это было все гигиенично и так далее. Я маску не буду наносить. Я хочу нанести просто свой уход, очистить лицо, нанести сыворотку, крем и одеть, и ходить. Мне кажется, будет смешно. Вот уже завершающий этап. Наношу кремушек, умыла лицо, сыворотка, крем и так далее. А теперь же, как нам с вами ее правильно одевать? Как хочешь, слушайте. Такой вот прям подробной инструкции нет. Ну, будем пробовать, что делать. Очень интересный процесс, однозначно. Не знаю пока, куда убрать волосы, чтобы они не мешались, потому что не понимаю, где будут вот эти места сцепления. Поэтому пока так. Мне представляется, что это должно быть, наверное, вот так. Да, девчонки? Вот это на шее. Судя по всему, не могу понять. Слушайте, вот этот шов, наверное, да, мы его сделаем наружу, который будет вместо склейки. Хотя, по идее, они, наверное, продумали то, что он должен быть внутри. Не знаю, девчонки. Потому что внутри он тоже может оставлять след на коже. Мы же достаточно продолжительное время будем ее носить. Мне кажется, вот так. Давайте пробовать. Вроде как на волосах тоже не оставляет ничего. Так, это вот сюда поближе. Это на ушки. Если я все правильно делаю, слушайте. И это на шее у нас с вами, да? Ну, по логике вещей вообще. Так, девчонки, как вы думаете? На мой большой череп, слушайте, ну, вообще не дискомфортно. То есть не давит нигде ничего, все нормально. Там еще запас есть. Смотрите. Можно как утянуться. Поэтому, не знаю, мне кажется, она должна быть даже тут же как-то. Мне это кажется. Давайте попробуем наоборот. Может быть, я неправильно делала на картинке. Непонятно. То, что здесь нарисовано сзади, непонятно. Надо в каталоге было посмотреть, как она там одета. Будь здоров, малыш. А если мы оденем, значит, вот этой узкой стороной, ну-ка. Вот тут стянуло, так стянуло. Но тут уже для ушей не подходит. То есть, видите, уши не попадают и сзади совсем свободно. Поэтому нет, не так. Хотя вот тут стягивает прям хорошо. О, как. Ну, тогда у нас уши никуда не пролезают. Да? Ну, вот тут как раз вот стягивающий эффект я чувствую. Хотите поржать? Поржите, не стесняйтесь. Мне сама смешна. Тут как раз стягивающий эффект я чувствую себя таким образом одеть. Хомячок такой. Но не так. Не, не так однозначно. Пойду-ка я на сайте посмотрю хотя бы. Судя по фотке на сайте, первый раз мы с вами делали правильно. Да, но оно и понятно. Лучше убедиться. И у них почему-то швом внутрь. Но давайте попробуем, как нам советуют. Производитель тоже сделает швом внутрь, но в следующий раз я однозначно буду делать им наружу. Не шов, да? Это склейка. Но залом здесь может быть, тем не менее. Поэтому все, одеваем как положено. То есть вот эти длинные штуки наверх. Мне так слабо. Честно, мне так слабо. У кого личико и череп маленькие, вообще будет слабо. Можно даже, наверное, под волосы запустить. Да, малыш. Вот тебе будет как раз. В смысле как раз. Что говорю? Так. В принципе, можно даже, ну, как бы волосы вот так выпустить и ходить. Семью не пугать. Как ободочек, да? Мне не давит. Мне бы еще вот сюда бы вот липучку, чтобы затянуть получше. То есть она сдавливает. Нет, чуть-чуть. Сдавливает, но никакого дискомфорта вообще нет. В такой мне маске, кажется, можно и спать. В таком бандажере. Ну что, буду ходить. Минут сорок точно. И потом вам уже расскажу. Об ощущениях посмотрим. Остался ли след от этой полоски. Вот здесь или нет. Красотка. Ну что, девчонки, хожу уже минут сорок. И можно все-таки сделать побольше. Видите? То есть вот эта липучка, она лепится на саму маску. А вот задняя вот эта, она почему-то не лепится. Ну, не держится. Только на липучке. Я хотела здесь немножко подзатянуть. Нет. А здесь можно, видите? То есть вот тут сама липучка. Я вот куда-же далеко подпритянула. Под утянула, скажем так. Давайте вместе с вами снимать. И смотреть. Ну, полосочка есть. Вот здесь такая легкая полосочка. Видите? Отошла. Я в следующий раз попробую наружу. Наружу швом вот этим склеенным одеть. Но она, скорее всего, тоже будет. То есть вот тут, видите, одна такая полоска. И она создает такой контуринг классный, девчонки. Вот эта полоска прям. Нужно не наносить контуринг на лицо. Он же есть. Прям четко вот там, где надо, слушайте. Ну, естественно, с одного эффекта, с одного раза эффекта не будет. Но я думаю, раз десяти хотя бы будет. Поэтому, естественно, отзыв свой буду дополнять. Первым делом в Телеграм девчонкам все рассказываю. Вот. Вот так нормально. То есть ходить ненормально. И то я вот затянулась, как бы я дискомфорта никакого не испытала. Сильно затягивать, мне кажется, не стоит. На ночь тоже на целое одевать, мне кажется, тоже не стоит. Не надо так делать. Часочек походить вполне себе можно раз в день. Чего мы должны с вами ожидать? Мы должны с вами ожидать... Крис! Ай-яй-яй, нельзя так делать. Мы должны с вами ожидать, если у нас есть провисание небольшой, хотя бы такой подтяжечки, да, вот в этой зоне. И, как бы, ну и профилактику этого провисания, да. Поэтому, мне кажется, что вещь работает, если делать регулярно, как любой массаж. Вот эта штука работать будет при регулярном использовании. Ну, а на этом ролик буду заканчивать. Если он был вам интересен и полезен, обязательно подписывайтесь на канал. Ссылка для регистрации всегда под видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok